на канал за гет поступил следующий вопрос покойный зовет к себе может ли душа умершего человека звать к себе еще живущего но начнем того того что если мы говорим о неземной жизни то нельзя к неземной жизни подходить земными мерками что происходит в загробном мире как это описать кто кого зовет или кто кого не зовет это тайна которая от нас закрыта хотя господь иногда бывает попускает через сновидение приходить тем или иным благим мыслям но святоицы говорят так что к снам нужно относиться мудро не нужно их принимать не нужно их отвергать бывает сны не от бога которые вызывают смущение страх расстройство человека бывают сны которые призывают покаянию которые говорят напоминают нам о жизни вечной или как-то утешают нас таким снова надо относиться мудро и любом случае понимает что если нам снятся люди которые давно ушли от земной жизни если нас как будто кто-то зовет в жизнь вечную то на самом деле господь всех нас призывает к вечности господь нас всех призывает тому чтобы мы помнили что впереди у нас самый главный экзамен нашей жизни это суд божий и вся наша жизнь подготовка к этому божьему суду когда нам снится покойный и мы вспоминаем о смерти в любом случае память смертная бывает полезной для душевной для духовной жизни и сказано что если кто-то помнит о смерти помню чья смертью век не согрешит если нам снятся покойные и напоминает нам о том что и нам нужно перейти и быть с ними не нужно этого пугаться нужно правильно отнестись к тому времени который господь нам дает на земле это время в любом случае ограничено это время имеет начало и конец это время исчисляется определенным количеством дней месяцев лет и каждый день который мы проживаем на земле он уникальный неповторимый и если смерть достаточно близка большому счету потому что что такое для жизни вечной каких-нибудь там 70 или 80 лет многие умирает и молодыми и в зрелом возрасте если жизнь если смерть так близка то и жизнь должна быть слишком важна она должна быть слишком насыщена она должна быть слишком ответственно потому что за эту кратковременную земную жизнь нужно много успеть надо одухотворить ее нужно наполнить ее нужно сделать так чтобы она научила нас вернее чтобы мы научились в этой жизни любить любить бога людей и чем больше мы любим чем ближе мы богу тем меньше мы боимся встретиться с богом и перейти в вечность потому что вечность уже наступает мы уже живем как будто в вечности если мы находимся в любви божией если мы имеем себе благодать божию поэтому если покойный зовет к себе то не будем смущаться будем помнить что это только сон а все же будем ценить то время который господь нам дает и будем помнить о том что есть такие тайны божии которые нам недоступны и которым надо отнести со смирением как и говорится в словах священного писания в частности псалме во власти господа в среде жителя врата смерти а в нашей власти вера любовь и благодарность богу за все внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео